Всем привет с вами Дэн и знаете многие мне пишут значит дескать ты совсем перестал показывать ультрабюджетные доступные часы в эконом сегменте с алиэкспресс вот вам вот эти вот часы от марки лиги как мы условились с вами их называть на алиэкспрессе продаю достаточно активно и уже по моему двое или трех часов был на обзоре и они за свои деньги показывали себя с лучшей стороны короче антикризисный обзор по-настоящему антикризисный обзор эти часы купить можно примерно от 1000 рублей там 1000 1100 в зависимости от периода когда их продают можно всегда сэкономить ну давайте смотреть что здесь у нас есть ссылка на производителя да то есть начнение на магазин алиэкспресс будет в описании к этому ролику в общем здесь кварцевый механизм какой точно не заявлено минеральное стекло ну и корпус должен быть стальной водозащита от 3 атмосферы или 30 метров короче смотрим смотрим пупырышки у нас здесь есть а что у нас здесь есть еще а у нас здесь полный набор макулатуры и даже счета тут дофига всего да и даже гарантийная международная карточка ну тут просто убер крутые часы и инструкция есть это принципе тоже неплохо даже есть короче все подряд есть в часах за тысячу рублей это не может не радовать даже есть тряпочка китайцы любят давать но понятное дело что вся эта макулатура и погремушка не имеет никакого значения если часы какашка а мы сейчас с вами и посмотрим насколько они какашки или не какашки так пленка ладно это я сниму отдельно значит неимоверными усилиями я сорвал все эти пленки и что я хочу сказать что браслет очень легкий и поэтому это наверное какая-то либо дешевая сталь либо этот сплав понятно что у нас здесь идет не литая застежка штамповка ну за такие деньги другого ожидать не стоило при этом вполне себе симпатично здесь сделано сатинирование ну с учетом цены конечно шпилечки тут у нас есть пухлый браслет по крайней мере он у нас литой за эти деньги и как видим кварцевый такой здесь корпус хронограф солнечные лучи есть каких-то прям видных косяков я не наблюдаю посмотрим еще на макро но понятно что китайские фабричные часы уже давно-давно научились делать без серьезных нареканий в плане качества так а хронограф мы можем даже с вами запустить и посмотреть что тут у нас так не завинчивается заводная головка в общем смотрим дальше что у нас во второй коробочке а здесь то же самое но в другом цвете радует что упаковка приличная такая не виду что все нормально здесь сложено ну давайте тоже их сейчас распакуем и поглядим и ближе здесь у нас покрытие черное с золотистым как любят в азии ну тоже запустим что ли хронограф ну такие знаете набрал таких часы неделька да сегодня из черных завтра и белых в общем за 1000 рублей понятно дело что это можно носить хоть хоть каждый день то же самое на самом деле здесь все достаточно ровно аккуратно я каких-то прям косяков не вижу может быть вот меточка у 12 часов кривовато наклеена ну посмотрим еще на мако а смотрите как интересно здесь еще вот это вот стрелочка на хронографе в отметке 9 часов она таким сделано типа самолетика что ли забавно достаточно выглядит аккуратно смотрите кнопочки всей геометрия аккуратно и полировочка вообще обалдеть на самом деле что ну 1000 рублей это получается где-то порядка 15 долларов да пока еще там скоро даже 10 будет но насколько все аккуратно сделано я думаю что по каким-нибудь праздником распродажам это может даже еще дешевле стоит да это впечатляет конечно задний тип остальная крышка знаете что мы сделаем а мы эти часы разыграем я смотрю они вполне себе приличные поэтому их можно разыграть и собственно что нужно сделать для победы в конкурсе нужно быть подписан на гитатру поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий и потом рано или поздно я проведу розыгрыш и все вы все получите по почте ну и мы еще должны с вами глянуть 47 почти 15 миллиметров высота по браслету 22 так давайте померю по ушкам я думаю что здесь 22 должно быть да и что у нас от ушка к ушку 55 с половиной ну размер конечно впечатляет давайте посмотрим у меня запястье 18 с половиной я думаю что такой прям оверсайз будет как говорится модно молодежно да если хотите сэкономить на таких фэшн часах то не нужно идти в фэшн магазин и тратить на них 10 тысяч рублей можно за тысячу купить на алишечке так ну что сбросил окей ну что смотрим макро и потом уже подводим итоги ну что поехали слушать а здесь все прям неплохо с учетом цены то часы ну да вполне нормально ну что значит итоге да понятно что часы дешевые и соответственно требовать от них максимального качества мы не требуем но элементарные вещи должны быть да то есть качество исполнения здесь достаточно неплохое, с поправкой на то, что на черной версии есть небольшая пылинка под стеклом. Изготовление самих циферблатов, корпусов здесь вполне себе неплохое. Механизм, понятное дело, дешевый, кварцевый. Браслеты не лучшего исполнения, но опять же за 1000 рублей с крупными браслетами здесь, опять же, это окей. Поэтому, если вы готовы с такими вещами смириться и попробовать просто, может быть, дизайн такой или размер такой, ну, это можно попробовать. Или, как вы любите, каждый день разное что-то недорогое одевать, чтобы не жалко было раздолбать. То же самое. Потому что кварц с этим ничего, в общем-то, не произойдет. Будет он работать и, как у меня многие китайские недорогие часы показывали, собственно, кварц даже там весь уже в разбитых часах, он нормально, собственно, работает. В общем, не забываем участвовать в конкурсе. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.